31 декабря все мы немножко золушки. Сначала нам нужно приготовить праздничный ужин, затем убраться дома и сделать еще кучу дел. Ну а потом нас ждет волшебный бал. Только вот в отличие от настоящей золушки, у меня, к сожалению, нету крестной феи, поэтому приходится брать все в свои руки. И за своим праздничным образом я иду к профессиональному визажисту-стилисту. В студии красоты EXO Beauty Lab под четким руководством Ольги Хоревой творят настоящие волшебницы. Они знают, как всего за несколько часов собрать актуальный новогодний образ, да так, чтобы он точно продержался всю праздничную ночь. Задача не простая, но выполнимая. В нашем распоряжении различные уходовые средства и профессиональная косметика. Начинаем с подготовительного этапа. Очищаем кожу с помощью материальной воды, а затем тонизируем тоником или тонером. Следующий этап – это увлажнение. У большинства девочек кожа пересушена и обезвожена, поэтому мы будем наносить увлажнение в два этапа. Первый этап – это у нас легкая эмульсия, которую мы уже нанесли Светлане. И следующий этап – уже увлажняющая база, которая у нас максимально смягчит кожу и разгладит рельеф. Далее подбираем тональное средство и наносим его, распределяя по всей поверхности лица тонким слоем, выравнивая цвет. Тестируем в зоне подбородка и смотрим, чтобы этот оттенок хорошо смотрелся и на коже лица, и не контрастировал с зоной декольте. Тональное средство необходимо подбирать по типу кожи. Если вы хотите легкого увлажняющего эффекта, то и тональное средство должно быть с заявленными характеристиками. То есть для сухой кожи ни в коем случае не подойдет матирующий тон, который заявлен как лонг-лейстинг, то есть длительного действия. Он нам только подчеркнет сухость. Ну и, соответственно, если у вас кожа склонна к жирности или комбинированная кожа, то как раз эти тона наиболее хорошо себя будут вести. Следующий этап – коррекция линии скул и проработка боковой поверхности лица, чтобы эта зона выглядела более скульптурно. Далее – нанесение кремовых румян. Румяны нам всегда дают свежесть. Можно добавить их и на спинку носика, чтобы они смотрелись гармонично и ни в коем случае не нарисованно. Все слои фиксируем пудрой аккуратно и легко, чтобы достичь натурального эффекта. Далее мы переходим к оформлению бровей. В первую очередь мы их просто причесываем. У нас здесь шикарная форма, поэтому мы ее только слегка подчеркнем и продублируем волоски карандашом. Ну а потом начинается самое интересное – макияж глаз. Начинаем с залога стойкости, подложки и на верхнее, и на нижнее веко. Затем прокрашиваем межресничное пространство карандашом для глаз и приступаем к нанесению теней и расстановке акцента. Мы добавим в наш макияж небольшую стрелочку. Стрелки сейчас актуальны, наверное, как никогда. Вырисовываем направление при открытых смотрящих глазках. Далее глазки смотрят вниз. И мы соединяем нашу направляющую с веком. Чтобы дополнить макияж, наклеиваем реснички. Это сделает глаза более выразительными. Приступаем к прическе. Ее мне будет делать еще одна фея студии красоты EXO Beauty Lab. Наносим термозащиту и начинаем укладку. На мой балл мы решили сделать легкие локоны. Получается быстро и эффектно. Последние штрихи – помада, блестки и еще немного румяна. И мы закончили. Мои феи закончили мой новогодний макияж. И теперь осталось подобрать платье и отправляться на новогодний балл. Светлана Гирлина, Михаил Климов, ТВР24 Светлана Гирлина, Михаил Климов, ТВР24 Светлана Гирлина, Михаил Климов, ТВР24